Всем привет! В принципе, из года в год всё одно и то же. Типа, какие куртки надо покупать на осень-зиму, какие, наконец-таки, покупать кроссовки. Люди не особо следят за трендами, и поэтому существуют такие видосы на моём канале и на других. Про кроссовки на осень, на зиму, чуть-чуть зиму зацепил, но ещё в будущем будет ролик. Уже можно посмотреть по ссылочкам в каком-то из углов, вы найдёте эти видосы. Ну а сегодня я решил повторить слова прошлых двух лет про куртки на зиму, ну и на осень в том числе, потому что у кого какая погода, всё-таки бывает, и какие цели вы преследуете. Но, в общем-то, сегодня поговорим, какие куртки популярны, какие лучше не стоит брать, на что обратить внимание перед тем, как выбирать её хорошо, дорогие куртки, или хорошо, когда они дешёвые. В общем-то, присаживайтесь поудобнее, не забывайте оформить подписочку на канал. Соответственно, там все ссылочки в описании на такие вещи, как группа байк, где вы можете одеваться на скидках, в том числе и куртками, там сейчас как раз-таки сезон начался, если что, вставки будут в ролике. Ну а теперь я начинаю наше разговорное видео. Да, времена идут, но ничего не меняется. К сожалению, здесь, не как в кроссовках, не так быстро всё развивается. В принципе, ну, можно было сказать пару лет назад, берите ярко-зелёный пухан, и вы будете в тренде, вы будете самым модным. В прошлом году можно было сказать, бери рефлективный, и ты будешь прям вообще очень крутой. В этом году, если честно, выделить чего-то такого не могу, кроме того, чтобы появилось больше интересных курток, с какими-то интересными швами, пошивами, карманами, и всё. По цветам это в основном, ну, однотонные, и сейчас, мне кажется, это как раз-таки в моде. Рефлективчик, не надо полностью рефлективную куртку, какие-то яркие неоновые цвета тоже вроде бы не особо. Ну, может быть, ТНФ-шка, Нубс 96-й, ещё оранжевая будет популярна. Ну и раз я сказал эти слова ТНФ, 96-й Нубс, сразу же скажу. В прошлом году их чухали, как те же самые монархи, все говорили то, что их много, и в том числе и я. Вот сейчас прошёл сезон, когда было жарко, можно сказать, что 96-е хорошо, их будет гораздо меньше, если мы говорим про оригинал, потому что цены на них взлетели настолько быстро и высоко, что это просто жесть. По-моему, ритейл порядка 24-25 тысяч, и за Нубс это дорого, теперь их не будет так много, но палёных, к сожалению, дофига. Не берите палёные. Ну и плюс, обращайте внимание, дофигища классных силуэтов у North Face, которые не таскает вообще каждый второй. И они также интересные, иногда можно найти по скидкам в том же самом buy, если что, реально выкладывал там с сайта Louis Viaroma, либо с Superstep, много где интересных есть силуэтов. Следующий момент. У нас существуют масс-маркеты различные, есть практически в каждом городе. Это H&M, Zara, Pull&Bear, Bershka, New Yorker, что угодно. В принципе, можно там закупаться, но опять же говорю, какую цель вы преследуете? То, чтобы вам не говорили, ты что ходишь в осенней куртке зимой или в летней куртке осенью, как-то, ну так это можно назвать. Вот там вот, наверное, и стоит тогда закупаться, потому что материалы там будут так себе наполнитель, так себе, он не будет достаточно тёплым, чтобы согреть вас в перспективе долгого нахождения на улице. Поэтому, если вы доходите до тачки, вы можете взять и любую куртку в Bershka, либо заказать на Asos'е дешёвые, которых много реально хороших силуэтов. Но решайте сами, вам должно быть тепло или должно быть стильно, модно, красиво. Материалы как раньше были, так и остаются. Это лучше непродуваемые верху куртки. Вообще текстиль в принципе брать не стоит, потому что снегопад, какой-то ледяной дождь, что-то подобное пойдёт, у вас это всё. Всё, во-первых, будет промокать, если это тканевая зимняя куртка. Ну и, соответственно, со временем в местах сгиба ткани, складок у вас будет выцветать краска, и в принципе в дальнейшей перспективе, возможно, как бы протёртость. Что я буду носить этой зимой? Как в принципе и два года назад у меня есть две куртки от Puma, длинные до колена, чтобы жопа не мёрзла. Нубс 96-й. Я свой продал пару лет назад, при том, что он был у меня невидимый, и я считаю то, что это удачная сделка, и я хотя бы не похожу на солдата. Ну и плюс добавил себе в коллекцию, так как из пункта А в пункт Б добираться на машине зимой, обычную шерпу, джинсовку под какой-нибудь худос, но это так, это вот больше осенний вариант. Конечно же, что ещё стоит учесть, когда вы будете выбирать зимнюю куртку, ну или осеннюю? Нафиг мех. Реально, нафиг мех. Капюшон или без капюшона, в принципе, если без капюшона, то это, скорее всего, лучше искать силуэт, похожий на нубсы 96-е. В принципе, у российских брендов есть много чего хорошего, интересного. Я брал несколько лет назад у Антитера зимнюю куртку с капюшоном, но там как раз-таки был мех, и она была очень тёплая. Что сейчас они производят, я знаю, у них есть похожие силуэты на нубс 96-е, и, скорее всего, есть что-то с капюшонами более тёплое. Тут уже тоже, в принципе, ну вот, захотите вы капюшон или не захотите. Идеальный вариант, это, скорее всего, куртка со съёмным капюшоном, но нормально. Главное, не покупать паль раз. Если вы хотите, чтобы было тепло, не экономить два. Возможно, на каком-нибудь сайте Adidas вы захотите прикупить, там были скидки, в принципе, промокоды есть в бай, и цены более-менее симпатичные. Точно не полностью рефлективные, не полностью из ткани. Нафиг этот мех-пух, который есть на воротниках, и выглядит он реально стрёмно. Это, наверное, вообще всё, что можно сказать про зимние и осенние куртки. Почему-то многие люди спрашивают, серьёзно, что купить? Какую куртку мне купить? Какую куртку посоветуешь? Не берите дешёвые материалы синтепон, лучше набивку, там, из спира, к примеру. Ну и просто смотрите силуэты, которые более-менее актуальны и популярны. Если хотите, жопа мёрзла, чтобы короткая, не хотите длинная, с капюшоном, без капюшона, ваш вариант. Я ношу куртки Puma, которые стоили дёшево, там, ну реально, типа, 10 тысяч рублей. И мне достаточно этого на зиму. Поэтому у тебя было время, чтобы просто покушать и послушать мои мысли, потому что много таких сообщений копится. Куртка, куртка, когда куртка, куртка, кроссовки, хорошо, но какие куртки? Как собрать это в цельный видос или с серьёзными щами вам рекомендовать 15 курток на зиму? Я не могу. Здесь, конечно, вообще не такой контент, как с кроссовками. Ну и, конечно же, ради интереса вы можете охотиться за ними в секунде, потому что в секунде я листаю и есть годнота. Реально годнота, почему-то много анораков. Анорак я бы не советовал, особенно как зимнюю куртку, как раньше носили на папире. Потому что это безумно неудобно, вы её начинаете снимать, у вас снимается ещё вся одежда вместе с вами. Остаются только штаны. И это постоянная суета, дерготня. Да, удобно, что не продувает живот, если молния открытая, но не берите анораки. Это реально дискомфортно. А вот в сэшках можете похотиться посмотреть, потому что там какие-нибудь фьёлравины с офигительной набивкой я находил за 3-4 тысячи рублей, а когда в магазине они стоили в десятки раз больше. Но, к сожалению, не моего размера. Поставь просто лайк, если это видео окажется тебе полезным, чтобы понимать приблизительно, на какие критерии стоит смотреть, когда ты выбираешь эту куртку и вообще понять, для чего она тебе. Может быть спуститься из подъезда, дойти до машины, доехать до работы. А может быть сидеть с пацанами на трубах и пить пивко. Так что смотри на погоду в своём городе, среднюю, и вот решай. Субтитры создавал DimaTorzok